Привет, YouTube! Рад вас всех видеть на своем канале. Сегодня я вам покажу очередной обзор. Ко мне пришел вот такой терморегулятор. Он очень дешевый, от фирмы Moes. Данное решение интересно тем, что им можно управлять по Wi-Fi через приложение. К сожалению, прикрутить его к моему умному дому, чтобы управлять через колонку Алисы или через HomeKit, мне пока не удалось. Но если вы знаете решение, как это сделать, причем с минимальными костылями. Почему с минимальными? Потому что большинство людей не обладает такими навыками, чтобы углубленно лезть в систему. Поэтому, если кто чего знает, обязательно пишите внизу в комментариях видео. Я постараюсь протестировать и дополнительно потом выложу в сеть, как и чего можно прикрутить. Да, если вам понравится данное видео, не забудьте оценить, поставить лайк и подписаться на канал. А ссылочку на данный прибор я, как всегда, оставлю внизу в описании к видео. Если кому надо, переходите и заказывайте. Начинаем обзор. Поехали. Итак, на коробке написано, что терморегулятор просто супер-мега функциональный. И в нем есть все то, о чем только можно мечтать. Регулятор выпускается в черном и белом корпусе. Имеются модели как с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi, так и без нее. Также имеются три модификации для различных задач и целей. Есть для водяного отопления, рассчитанное на нагрузку в 3 А. Есть также для работы с электрическим подогревом пола, рассчитанное на 16 А. И также есть для работы с бойлерной системой на воде или газе. Так что при заказе регулятора будьте внимательны, смотрите, какую модель выберете и под какие задачи вы ее покупаете. Также для своих задач взял модель на 16 А и с модулем Wi-Fi. Комплектация тут самая обычная. Внутри лежит сам терморегулятор, завернутый в пакет. Далее идет напольный датчик, шурупы, кусок двухстороннего скотча и большая подробная цветная инструкция, но правда на английском языке. Термодатчик имеет длину провода примерно в 2,5 метра, а вот насколько он точный в показаниях, сказать не могу. Таких опытов я не проводил, да и это на мой взгляд не особо-то важно. А вот на что требуется обратить внимание, так это на то, что таким термотатчиком комплектуются не все модели. Сам терморегулятор, на удивление, выполнен достаточно качественно. И его внешний вид вполне себе достойный. Он спокойно влезет в обычный подрозетник, который у нас повсеместно применяется при монтаже розеток. Так что с монтажом и установкой у вас проблем быть не должно. Разбирается он очень просто, для этого лицевую панель надо немного сдвинуть вверх и потянуть на себя. Далее отстегнуть шлейф и все, можно приступать к монтажу. Я же пойду немного дальше и посмотрю, как этот терморегулятор устроен изнутри. Начну пожалуй с силовой части, она закрыта пластиковой проставкой, которая держится на двух винтах. Выкручиваем винты и одним движением руки вынимаем плату. Ну что, могу сказать, что схема тут стоит достаточно популярная, простая. Поэтому в случае чего, можно спокойно попытаться отремонтировать своими силами. Собираем силовую часть обратно и давайте разберем и посмотрим, как устроена теперь лицевая часть. Первое, что бросается в глаза, так это модуль Wi-Fi, который припаян к основной плате. Данный модуль работает на частоте 2,4 ГГц до категории N. На основной же плате расположен микропроцессор и флеш-память, которая содержит прошивку. В нижней части платы имеется маленький термодатчик, который, понятное дело, считывает температуру помещения там, где он установлен. Пайка платы выполнена достаточно хорошо. При полном извлечении данной платы из корпуса будьте аккуратны, так как в нижней части, где расположены сенсорные кнопки, она приклеена к специальным электропроводным подушечкам. Смотрите, не разорвите их при демонтаже, иначе поврежденную часть подушечек потом придется восстанавливать. В принципе, туда и лезть смысла нет, так как в случае повреждения дисплея, поменять его тут будет достаточно проблематично. Поверьте, я знаю по своему опыту замены таких дисплеев. Ладно, больше тут делать нечего, полностью собираем все обратно и давайте подключим силовые провода, а также термодатчик. Обозревать работу терморегулятора буду нахолостую. Но поверьте мне на слово, проблем в работе под нагрузкой выявлено мной не было. Итак, включаем регулятор, и самый большой недостаток, который бросается в глаза, это то, что дисплей тут установлен очень низкого качества. Под разными углами, кроме вида сверху, информация с него очень плохо читается. В большинстве случаев терморегулятор ставится либо ниже роста человека, при таком раскладе видимость просто отличная, либо примерно на уровне глаз среднего роста человека. И тут видимость будет для кого-то заметно хуже. Но с другой стороны, это вам не телевизор, и постоянно пялиться на этот экран вы не будете. Ладно, идем дальше. Теапазон регулируемой температуры составляет от 5 до 35 градусов. Шаг регулировки – полградуса. При установке на терморегуляторе требуемой температуры подогрева, отчетливо слышно, как срабатывает реле питания. А на дисплее при этом, на месте, где прорисована труба от дома, загорается значок в виде дыма. По умолчанию терморегулятор показывает текущую температуру в помещении. То есть данные берутся с наружного датчика, который мы видели в терморегуляторе. Но при желании можно переключиться и снимать показания с термопары, которые установлены в полу, и уже по ней регулировать температуру пола. В терморегуляторе также имеются функции выполнения различных сценариев обогрева дома в течение дня. На дисплее постоянно отображаются часы, которые автоматически настроятся на правильное время при подключении к сети Wi-Fi и доступе к интернету. И раз мы уже затронули тему сети, то давайте подключим с точки Wi-Fi и попробуем поуправлять этим терморегулятором через смартфон. Итак, для подключения нам потребуется любой смартфон, будь то это Android или iPhone, и любая на выбор программы. Либо это Smart Life, либо Tuya Smart. Программы хоть и от разных производителей, но обе одинаково хорошо работают с этим терморегулятором. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо выключить терморегулятор, затем коснуться сенсорной кнопки с обозначением стрелок вниз и продолжать касаться ее до тех пор, пока не начнет мигать значок сети в правом верхнем углу. После этого берем наш смартфон и регистрируемся в одной из вышесказанных программ. Далее нажимаем на кнопку в приложении найти устройство. И да, чуть не забыл. Смартфон должен находиться в сети Wi-Fi, работающей на частоте 2,4 ГГц. Через некоторое время приложение найдет этот терморегулятор и предложит подключиться к нему, а также предложит переименовать его для дальнейшего удобства в использовании. Ну а дальше все просто. Включаем через смартфон наш терморегулятор, если он еще сам не включился, и начинаем управлять обогревом дома, пола, находясь хоть на другом конце света. Меню приложения на русском языке, да и все тут примерно интуитивно понятно. Также можно спокойно настроить голосовое управление через Google Ассистент или Alexa. Но как я говорил выше, подключить к Алисе этот терморегулятор мы пока не можем. Система просто не отображает это устройство. Думаю, в скором времени разработчики Яндекс добавят эту возможность. А пока, если у вас есть Google колонка, то можно подключиться и управлять через нее. Да и еще, по второму приложению подключение настройки выполняется один в один, как мы только что это делали. Ладно, думаю по этому терморегулятору я все рассказал, вроде бы ничего не забыл. Поэтому на сегодня все, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok